Друзья, всем привет! Начать стоит с того, что былые времена торжества щедрости и безвозмездной помощи нашим соседям давным-давно прошли. Стоит отметить, что польские ребята-молодцы научились делать деньги на нас, используя свою смекалку, а также очень выгодное территориальное положение. Долгое время поляки покупали бензин у России по-серому и наживались на этом. Схема была примерно такая, польские транспортные компании по несколько раз за день приезжали на российские заправки. Использовали для этого автомобили либо автобусы малой вместимости. В общем, где бак побольше. Заправлялись бензином, возвращались к себе, сливали и получали прибыль. Всего за один день они совершали множество круговых рейсов. На границе собирались целые очереди и в одну и в другую сторону. Да, были и частные лица, но с середины этого десятилетия крупные польские компании стали ставить этот метод на промышленные рельсы. Таким образом, польские транспортные фирмы просто заключали договор с водителями на подходящих автомобилях для осуществления доставки топлива из России. Как только топливо прибывало в Польшу, его заливали в цистерны и тут же продавали по польским ценам. Сотни автомобилей перевозили топливо днем и ночью. Математика очень простая. В России стоимость топлива составляет 56 рублей литр, в польском городе Бронева – почти 150 рублей литр. Тысячи автомобилей удавалось ежемесячно приносить логистическим компаниям миллиарды польских злотых. Затем эта схема начала распространяться и ей пользовались несколько компаний из Европы. Наша страна тоже зависела от импорта товаров, поэтому схема работала и как бы всех все устраивало. Что со схемой, сейчас теперь же поляки могут въехать в Россию только один раз по специальной электронной визе. Чтобы ее оформить, нужно заплатить примерно 50 долларов. Эта виза выдается всего на один въезд и выезд. Таким образом, чтобы сделать несколько рейсов, нужно посчитать, насколько это будет выгодно. Объем бака небольшого автомобиля составляет 60-70 литров. Где-то больше, где-то меньше. Тут все зависит от комплектации. Так, с учетом визовых расходов литр бензина в России по этой схеме стоит почти 90 рублей вместо 56 рублей, а прибыль значительно снижается из-за обязанности платить водителям и обслуживать транспортные средства. Другими словами, рентабельность программы снизилась почти вдвое. Теперь обратимся к цифрам. В прошлом году поляки импортировали топливо и нефтепродуктов из всех стран примерно на 37-6 миллиардов долларов. Иными словами, это крайне важный ресурс польского импорта. В то же время общий объем импорта из нашей страны составил около 17 миллиардов долларов США, из которых 25% приходится на бензин и другие нефтепродукты. Кроме этого, почти четверть объема топлива было везено в Польшу по вышеупомянутым схемам. Россия заняла четвертое место в импорте Польши по странам – 16-6 миллиардов долларов. Говоря об отношениях со странами Балтии и Польши, российское правительство должно понимать, что наиболее уязвимым местом для этих стран является как раз транспортный сектор. Ведь логистика всегда базируется на сотрудничестве с Россией. Стоит отметить, что это лишь одна из принятых мер. Дальше, по мере эскалации напряженности между Польшей и странами Балтии, мы будем наблюдать аналогичные ограничения в их поведении. И я думаю, что у нас еще много козырей в руках. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Еще со времен Советского Союза Европа привыкла сыто жить за счет наших дешевых ресурсов. СССР поставлял, можно сказать, по бросовым ценам, довольным европейцам нефть, газ, металл, древесину и многое другое. Европейская промышленность процветала, страны богатели. В общем, европейцы сыто ели и сладко спали. С распадом Союза ничего не изменилось. Ельцин, идя на поводу американцев и в угоду Европе, продолжал ты уже политику, то есть Запад по-прежнему получал от нас дешевое сырье. Нас Запад обкладывал санкциями еще в советские времена. Ничего не изменилось и после 90-х, тем не менее, они требовали бесперебойной поставки дешевых российских ресурсов. И получали их. Но когда-то всему наступает конец или, если сказать по-другому, всему есть предел. Я не буду описывать все те события, которые привели к тому, что российский живительный источник для Запада был закрыт. Кстати, они же сами очень хотели избавиться от российской зависимости, не дать нам заработать, от чего-то нас изолировать. В общем, халява закончилась. Дешевого сырья, которое было основой европейской промышленности, больше не будет, соответственно, богатеть за наш счет уже не получится. Запад обложил целой кучей пакетов с санкциями, но кое-что хитрые еврочиновники все же забыли включить, в частности, без их внимания остался экспорт древесины и пиломатериалов из России. Тут уже Россия возмутилась, дескать, раз уж вы решили избавиться от всего российского, то надо идти до конца. В результате Москва всего лишь увеличила пошлину на наш лес до 80% и оставила из всех для вывоза леса всего два. Сразу же начались крики, мольбы и даже угрозы со стороны АЭС. Чиновники посчитали и поняли, что с такими пошлинами их деревообрабатывающие компании окажутся на грани банкротства. Канада и Штаты бегут союзникам на помощь, тем более, что у канадцев самих лес горит, соответственно, древесина дорожает. Конечная стоимость продукции тоже растет, да так, что средний европеец уже не может позволить себе купить что-то из, например, красного дерева. Фабрики начинают закрываться, работники оказываются на улице. То есть грядут протесты и беспорядки. И Европа стала нам говорить нам о штрафами за не несоблюдение норм Всемирная торговая организация, согласно им, пошлина не может превышать. Когда-то Россия долгих 18 лет пыталась стать членом Всемирной торговой организации. Россия арестовала активы Германии. Массовый сход западного бизнеса из России, который начался в прошлом году, имел сугубо политические причины, компании принимали решения под давлением своих правительств или общественности. С коммерческой точки зрения абсолютно никакой выгоды в этом не было, иначе они не паслись быту десятилетиями, сопровождалось это грубейшим нарушением любых договоренностей. Таким образом, Запад наглядно продемонстрировал, что все рассказы про порядок основаны на правилах, не более, чем манипуляция, которая, по их мнению, должна работать лишь в одну сторону. Яркий пример абсурда, когда России в прошлом году вменяли дефолт по внешнему долгу, причиной которого были ограничения на проведение платежей со стороны Запада. Россия же, напротив, довольно часто вела себя слишком по-джентльменски. Например, Шелл демонстративно прекратила деятельность в России, отозвав с Сахалина 2 свой технический персонал, чем поставила под угрозу безопасность добычи, затем заявила о выходе из проекта без какой-либо финансовой выгоды. Мы же их догнали и буквально настояли на том, чтобы они забрали 94-8 миллиардов рублей. В итоге вывод иностранной валюты зарубежными компаниями, продавшими российский бизнес, стал одним из существенных факторов текущей девальвации. Кратко резюмирую свою позицию, выпускать компании из недружественных стран нельзя в принципе. Исключение только в двух случаях, готовность продать активы за 1 рубль, пример Рено, или согласие получать деньги в рублях, которые замораживаются на счетах типа с до лучших времен. А уж с теми, кто не просто ушел, а еще и подверг своим поведением российские проекты, вообще разговор короткий, внешнее управление или национализация любых активов в России. Благо, с отдельными конторами наша страна поступала именно так. Так, вчера пришла информация, что контейнеры компании «Линди» с жидким гелием для газового проекта в Усть-Луги были арестованы и переданы под контроль русским альянсом. Предыстория «Линди» – транснациональная, но изначально немецкая химическая компания, которая специализируется на производстве промышленных газов, присутствовала во многих энергетических и особенностях проектах России. Буквально недавно, к примеру, описывая сложности «Арктикск-2» новотека после введения блокирующих санкций США, я упомянул, что технологию крупнотоннажного сжижения должна была предоставить именно «Линди». Однако в данном случае оборудование для всех трех линий проекта уже было завезено, и вот «Арктикск-2» планируется в срок. Плюс, напомню, что у новотека теперь есть собственная технология, на базе которой будут реализовываться новые проекты, в частности, Мурманскийск, тогда как «Газпром» потревожили сильней. Так, у «Линди» был контракт на поставку части оборудования для комплекса по переработке и сжижению природного газа «Балтийскийск» в Усть-Луги, планируемая мощность 19,5 миллионов тонн в год, то есть. Почти как в «Арктикск-2», который газовый гигант реализует с Росгаздобычей, оператором выступает Экспрус Химальянс. В 2022 году «Линди», как и многие другие, хлопнула дверью, заявив, что не намерена возобновлять работу в России, строительство Балтийского СПУ. Таким образом, оказалось под угрозой срыва, благо просто так немцам уйти не дали. В начале 2023 года активы «Линди», оценены в 35 миллиардов рублей, были арестованы. Кроме того, компанией был выставлен иск примерно на 1 миллиард евро, однако для России никакого пиши-пропала не случилось.